Можно смотреть, где можно переписываться. Этот день открывает игрок номер один. Доброе утро, город. В общем, я уже три игры сыграл в этой мафии полноценной. И у меня есть такое впечатление, что есть какой-то дисбаланс в этой системе, что черный даже не с себя на промахе, у них больше шансов. Поэтому, как любая система, она находит обычный баланс, если это возможно. Поэтому надо придумать какие-то ходы, чтобы как-то сбалансировать систему, если это вообще, в принципе, возможно в этой системе найти баланс. То есть, в принципе, надо что-то думать как-то. Мой вариант пока, что я думал, это чтобы шериф не шел, не проверял кого-то, кого просто, например, весь город. Потому что мафия имеет возможность передоговориться ночью, как бы, переселять, кого, например, проверял кого-то, кого просто, например, шериф, того, как бы, он просто уходит в следующий день, как бы это право на ошибку при десятерых, при девятерых. Ошибка, это, как бы, он хочет, как бы, сам. Есть такой, как бы, способ игры, это, в принципе, будет лучше, наверное, чем... Десять секунд? Будет, как бы, по порядку с толку, как бы, шерифа. Потому что, как бы, пока в мафии тут, по-моему, больше шансов. Игрок номер два. Доброе утро, город. Ну, во-первых, хочу сказать, что нельзя не паранойи циника, оказалось. То есть я тут соглашусь с господином Свеном. Вот. Но вообще, респект. Хорошо проиграл заслуженная победа. Вот. Не получилось, а действительно хорошо проиграл. Во-вторых, то, что касается сути вашей речи, я считаю лично, чтобы был баланс, надо вообще запретить все переписи в личной, личную переписку, в личку писать. Только, только с ведущим общением, и только шериф может маяковать. Остальные все переписи мафия не должна в личке переписываться. Никто ни с кем не должен переписываться в личке. Должны быть только онлайн-договорки исключительно. Есть секунды. Вот. Но сам я красный игрок, и я, несмотря на силу мафии, надеюсь на победу красного города. И это время. У меня игрок номер три. Добрый утро город. Хорошо. Было бы, если бы выиграли в прошлый раз, но мы проиграли. Это было плохо. Я очень разочарована игроками, которые долго играют, и так плохо проголосовали. Вот. Ладно. Еще меня очень огорчает качество связи, когда все время все отваливаются. Я так неделю работаю удаленно, и меня это просто вот уже сейчас, вот знаете, до тиков доводит, когда что-то отваливается. Это начинается так инфарктное состояние. В концепции игроков номер один и два, я сейчас даже особо не вникала, я циника вообще никогда не понимаю. Извините, вы сыграли хорошо в прошлый раз, но я вас не понимаю обычно. Игрок номер два говорит спокойно, ну, может быть, с ним поиграю. Ну, мне больше нечего сказать, потому что двое игрока. Десять секунд. То есть, поиграю с игроком номер два. Пока. Спасибо, Пас. Спасибо. Игрок номер четыре. Доброе утро, город. Да, действительно, прошлая игра была действительно разочаровывающая. Я в тот раз был шерифом, сейчас я обычный красный игрок, надеюсь, мы победим. Значит, вопрос к игроку номер три. Что значит, вы не вникали? Вы их не слушали, что ли? Я не понимаю. А, не поняли? Ну, ладно. Оставим это пока в покое. Ну, действительно, речь одного была довольно слабенькая на этом кругу. Я с ним не поиграю, оставлю его за скобки. Второй поговорил хорошо, поиграю с ним. Единственное, что хочу добавить, господин Дизель, когда вы говорите, нельзя просто взять, нужно делать вот такой значок, нельзя просто не взять и не поиграть ни за параноицы никак. Правильно? Как баромир говорил. Нет, это не значок шерифа, ребята, вы меня не поняли, если вдруг кто-то хотел. Играю два, три за скобками, ну, не знаю, эмоционал у троечки был хороший, но все-таки вот не слушали, слушали, не слушали. Десять секунд. Я оставлю один и три за скобками. Играю два, спасибо, пас. Игрок номер пять. Доброе утро, друзья. Смотрите, игрок номер один поговорил очень-очень грустно, скажем так, да, какая-то речь такая, энтузиазма она была не переполнена, мягко говоря, и тема какая-то была довольна, поэтому я его пока за скобкой оставлю. Ну, кто его знает, почему он так поговорил? Пока я с ним не могу жестко поиграть, оставлю его скобками. Игрок номер два поговорил хорошо, поэмоционалу, там, тра-та-та-та-та, все понятно. Игрок номер три, честно говоря, я первый раз с вами играю, я, может быть, играл, просто не помню, госпожа Аплала, но мне что-то не понравилось в вашей речи, она мне показалась довольно, какой-то фальш я услышал, может быть, не прислышалась. Тут, это мафия, тут мы часто себе придумываем что-то, поэтому пока с тройкой я не поиграю, потому что я наблюдал речь предыдущую, мне такое чувство, вы там по-другому говорили, может быть, я опять ошибаюсь. Поэтому я пока играю с игроками 2 и 4, моя команда 2-4-5, ценник за скобками, вот, я выставляю игрока номер один на голосование, выставляю игрока номер один на голосование. Один принял. Если захочет, он попилится потом, я бы с удовольствием его еще раз послушал, я думаю, это вполне нормально. Вот, а тройку я бы, например... Ой, пропал, пропал, Дима, ты пропал. Один принято, ваше время, игрок номер 6, ваша минута. Меня слышно? Да, слышно. А, доброе утро, голод, атеист, красный игрок. Ну, я пока что проиграю 2-4-5, игрок номер один, не знаю, какая речь мне чуть меньше понравилась. Ну, значит, послушаем все раз, вот, игрок номер пять раз выставил, слушаем номер пиле. Игрок номер три, не знаю, что вы начали прослушивать, я не понял, вы сказали, что вы не услышали первого игрока. Поэтому, хорошо так вот. Поэтому, давай, два-четыре-пять, не знаю, что еще сказать. Все, пас. Пас. Игрок номер. А мой мик. Артемида, ваша минута. Доброе утро, город. Я, как бы, получается, влажу в такой паровоз 2-4-5-6. Мне очень понравилась речь игрока номер один по эмоционалу. Ну, и тема, ну, да, просто немножко утомляет, что сложно здесь вот играть, но все равно, у меня тоже получается, кажется, национал, потому что я потом все вспомнила. Но три мне тоже, я не поняла речь, как многие сказали, что это значит, вот, я прослушала, я не поняла, типа, это странно, мне показалось, подозрительно. Из 2-4-5-6 мне больше всего понравилось, так, 2-6-4-5. Вот так. Шесть была короткая речь, но, да, наверное, все-таки шесть после пяти, я думаю. Типа, я играю, но 2-4... Сложно, типа, так как-то... Игра в номер восемь. Смотрите, господин Агносик, я хочу вам сделать полегче. Вы хотите пилить единицу, да, с кем-то? Я думаю, пилить надо 1-3. Между 1-3 сидит одна мать, понимаете? Для меня это госпожа Аква. Становится у меня единица покраснее, чем госпожа Аква. Я поиграю 2, поиграю 4, поиграю 5. Я выкидываю с этой команды шестерку в семерку. Семерка берет шестерку в команду. Я не понимаю этого. За что и почему она берет шестерку? У шестерки была ужасная речь. Вообще просто непонятно. Я думаю, можно пилить 1-6, можно либо пилить 1-3. Вот так вот. Если 1-6 пилите, тогда тройку на проверку. Семерка мне тоже не понравилась. Поэтому я поиграю 2-4-5. Это моя команда, самый красный игрок. Буду слушать госпожу Мирабель. Я хочу ее послушать, потому что я уже давно с ней не играл. Госпожа Мирабель. Спасибо. Спасибо. Игрок номер 9. Госпожа Вечность. Гавей, ваша минута. Так, ну я не знаю, как-то в большой период можно говорить о том, какие-то красные, какие-то черные, после первого круга. Я восхищаюсь вашим умением это определить. Я определить с первого круга не могу такие вещи. Поэтому я как бы хочу послушать, что будет дальше, как будут дальше развиваться события. Поэтому я пас. Игрок номер 10. Ну, единицы речь. Я действительно тоже не очень так вот поняла. Вы, кстати, хотите с кем-то пилиться, вы мне покажите, если что, я выставлю. Игрок номер 2 поговорил очень хорошо, как раз она мне понравилась. С игроком номер 3, получается, я согласна. То есть она не поняла единицу. С единицей она так вот сказала, что прослушала, но и не поняла. Не знаю, для меня это приемлемо. От тройки, тем более, все отказались. Для меня 3 теперь покраснее. Так что я играю 2-3. 4, говорю, вроде бы нормально, хорошо. Ну, говорит, что там я не шериф, там я красный игрок. С одной стороны, хорошо уже лжешерифом скрываться не будет. Но с другой стороны, он как бы сужает круг для мафии, круг проверок. Поэтому 4 мне понравился меньше. С пятеркой я не играю по позиции. С шестеркой речь очень короткая, ничего не сказал. А семерка берет его в команду. Потом, когда все удивляются, почему с шестеркой играет, семерка говорит, а, да, действительно, у шестерки речь короткая. Думала, думала, играть, не играть. Для меня теперь и 6-7, 6 даже покраснее получается, чем с 7. 8 по позиции не могу поиграть, потому что для меня 3 покраснее. У нас на нулевом круге выставлен только один игрок. Он не голосуется. Город уходит в ночь. Мы выключаем камеру, выключаем микрофоны. Мафия посылает номер, кого они убивают. Дон и шериф посылают ваши проверки. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Я не знаю. Будем слушать тоже всех игроков, пока мы сейчас играем 2-3-5. Спасибо, Пас. 10 секунд. Спасибо, Пас. Спасибо, Юрок. Номер 9. Господа Вечность. Так, ну попробую сейчас определиться. Значит, мне кажется подозрительным черным. Это номер 1. Мне кажется красным номер 3, номер 5, номер 10. Я не знаю, выставили ли игрока номер 1 на голосование? Можно поставить на голосование? Выставили, да? Какого второго? Я даже не знаю. Пока больше черных не вижу. Ну просто обычно мизеропарами ходят, да? Если он в прошлый раз был черным, скорее всего в этот раз тоже. Потому что подозрительно тихий такой. Неактивный. Ну из красных игроков как бы мне нравится тройка, мне нравится десятка. И пятерка тоже, мне кажется, красненькая такая. Хотя я могу ошибаться. 10 секунд. Ну все, спасибо, я скажу. Спасибо. Игров номер 10. Госпожа Мирабель. Госпожа Мирабель. Игрок номер 10. Подождем секунду. Госпожа Мирабель, ваша минута. Отлично, вовремя подключилась. Значит так, играю с игроками. 2, 3, 4. Теперь игрок номер 5. Я на своей речи на нулевом круге объяснила, почему я играю с тройкой. Я с ней согласна. Позиция по единице и по двойке. И от нее отказались все игроки. Которые сейчас ее называют очень красной, кстати. Ну тогда я этого, конечно, не могла знать. Но от нее так вот все отказывались. А позицию она свою дала правильно. Поэтому с ней я поиграла. Поэтому игрок номер 5 мне что-то не очень нравится. Ежал-въезжал шестерку. Тем не менее, выставил не шестерку, а меня. Выставляю игрока номер 6. Для меня 6 кажется подозрительнее. То есть принято. 6 залезает на девятку. Мне кажется, не очень так вот обоснованно. Что у девятки такого черного. Если она черная, мы ее найдем потом. Не самый подозрительный игрок за столом. Поэтому для меня 6 поподозрительнее. Дальше кто у нас? Игрок номер 7. Кто у нас 7? А, Акмида убитая. Игрок номер 8 говорит по красному. Но тоже ко мне какие-то вопросы. Игрок номер 1. Доброе утро. Город. Пока не забыл выставлять игрока номер 9. Самый подозрительный игрок. 9 выставляю я. 9 принято. Так. Самое красное для меня игроки по этому столу. Это игрок номер 8, игрок номер 5. 2 тоже сидит неплохо. 2 берет как бы тройку. Которая 2 и 5. 2 и 5. Все играют в тройку. Поэтому берут игрок в команде 2, 5, 3, 8. А 1, тем не играет. Но пока не там. Эта команда у меня устраивается. А вот 6, 9, 10, 4. Там надо разбираться. Ну, в принципе, 9. Новый игрок. 10 секунд. Я бы сейчас послал. У меня нет вообще никаких проверок. Об этом очень странно. Как будто все так испугаются. И это время. Все выключаем микрофоны. Мы переходим на голосование. Напоминаю, голосуем через реакции внизу. То есть мы ставим вот такой вот лайк. У нас на голосование выставлены игроки. 10, 9, 1, 6. Голосуем в порядке. 10, 9, 1, 6. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 10? Ноль голосов. Принято. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 9? Два голоса. Принято. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 1? Один голос. Принят. Поставьте руки, кто не проголосовал. 2, 3, 4, 5, 6. 6 голосов уходит игроку номер 6. Игрок номер 6, ваша крайняя. Как 6? Нажа 9. 9, понял. 10 получил 0 голосов. 9 получил 2 голоса. Получил 1 голос. Все остальные 6 голосов входит игроку номер 6. Ваши. Понятно. Да, все, спасибо, пожалуйста. Спасибо. Выключаем камеру. Включаемся с игроком. Выключаем камеру. Город уходит в ночь. Я напоминаю, мафия нас посылает номер, кого убивает. Дон и шериф посылают номера, кого проверяют. Циник Мирабель, выключите камеру. Циник Мирабель, выключаем камеру. Циник Мирабель, выключаем камеру. В городе наступает утро. Утро недоброе для игрока под номером 3, ваша крайняя. Какая боль, какая боль. Я шериф. Ночью проверила номер 1. Номер 1 мафия. 5 красный. Ориентируйтесь в голосовании на 5. Вот. Печально. Больше нечего добавить. Выносите 1 и все. В принципе, это все мои проверки. 5 красный, 1 черный. Победа города. Спасибо. А кто просил проверку в 5? 8 получает фол. Игрок номер 3. Все, мне нечего добавить. Спасибо. Вращается с нами, выключает камеру. И этот день открывает игрок номер 4. Вот как оно получается. Значит, у нас нет больше шерифа. Отлично. Значит, тройка шерифа. У него проверка. Единица черная. Все. Значит, в кого влежала единица? Единица влежала в девятку. Он хотел ее проверить. Правильно? Да, да, да. Значит, автоматически девяточка становится для нас красной. Окей. Ну и, естественно, выставляя единицу. Что тут у нас еще по столу? Один принято. Значит, кто у нас еще может быть вместе с Сыником? Кто с ним поиграл по нулю? Кто-нибудь помнит? Я с ним не играл. Да практически никто с ним не играл. Гениально. Слен, вы играли? Номер 8. Вы играли с Сыником? Никто не играл. Окей. 10 секунд. Я так помню. Ну, короче, в любом случае, у Ении сейчас уходит, будем смотреть дальше. Спасибо, Павел. Спасибо, игрок номер 5. Да, она меня вскрылась, когда меня проверила. Ой. А, слышно, да? Вот. Она меня вскрылась, когда проверила. Я еще думаю, зачем она меня проверяла. Ну, ладно. Смотрите. У меня такая идея. Вот концепция, гипотеза. Смотрите. Эти игроки номер 10 настолько легко заиграла по нулю с тройкой. Хотя там поиграть было тяжело. Что я ее... У меня такое чувство, что она определила шерифа. Вот у меня такое чувство. Я опять контроль. А потом поиграл с ней легко игрок номер 2. Он даже оправдывался. Он говорил, нет, я не имел ничего против тройки. Я с ней, собственно говоря, играл по нулевому. Даже черные ее не считаю. Хотя поговорила она нехорошо. Теперь смотрите. В шестерку проголосовало сколько? Шесть голосов. Это значит, все черные в нем проголосовали. Шестерка ушла. Я выставляю 10 на голосование. Выставляю 2 на голосование. Послушаем еще раз друг друга. В девятку голосовала единица. Извиняюсь, игрок номер 6. Бит игрок номер 7. Тоже был убит игрок номер 8. Да. Смотрите. Я думаю, что шестерка ушла черным. Он вообще ничего не сказал даже. Нет, ну шестерка вообще ничего не сказал. Смотрите. Вы думаете, что это третья мафия между 2 и 10? Смотрите. Может быть. Девятка красная. Девятка для меня красная. Господин Джейк. Что насчет господина Джейка? Смотрите. Что насчет господина Джейка? Я не знаю. Для меня двойка красная, чем Джейк, например. Вы знаете. Я выставляю игрок... Что? Почему? Что почему? Вот просто по речам у меня двойка играла с тройкой. Для меня двойка красная. Для меня двойка красная. Я не знаю, почему это... Для меня это... Последний мафия между 10... Вы считаете 10-2, а я считаю, может быть, 10-4. Секунду. Я играю. И это девятка красная, если циник выставил ее. И шестерка 100% плачевная. Потому что по речам это... И это время. Игрок номер 9. Господа Вечность. Так, ну что. Единица с единицей и пятеркой мы разобрались. Я верю, что ушел от нас наш шериф. Вот. Восьмерка для меня тоже красная. Ну, я думаю, что сейчас голосовать надо против единицы, как минимум. А черных дальше я, что-то, так вот не могу определить. Мне как-то все кажутся хорошими. Нет. Так что я, как была против единицы, так против нее и остаюсь. Я буду голосовать против единицы. Ее же выставили уже, поэтому... А мы кого-то еще выставили, а то опять голоса гробят наши. Выставили кого-то еще. Надо же не выпускать моменты, когда мы можем кого-то отставить. Десять секунд. Можете со мной вместе. Возьмите, давайте я могу сама себя выставить. Игрок номер 10. Значит, выставляю игрока номер один. Один принято. Вы меня слышите? Один стоит. Один стоит. Ладно, интернет у меня есть. Как будто выставляю игрока номер один. Один стоит. Отлично. Значит, пятерка, красная проверка. С пять я точно играю. Девятка, скорее всего, красная. Потому что на девятку залезали игроки 6 и 1, и они в нее голосовали. Поэтому для меня 20 красных это 5-9. Считаю красными также 2 и 4. Что почему 6? А кто 6? 6 для меня уходил по черному. Поэтому я его и выставила, я его голосовала. Я поиграла с красными игроками, причем я не так уж переобуваюсь. За исключением, может быть, четверки, с которым по нулю я не поиграла, а со второго круга уже начали играть. И это время. Так у меня позиция не поменялась. Номер один. Доброе утро, город. У нас гениальный шрифт. Это проявляет самого черного игрока. Проявляет самого красного игрока. У города просто куча информации. Мои мафы сидят просто замечательно. Как с этим городом будет разбираться, я ему желаю проиграть от всего сердца. Вставляется, конечно, игрок номер 5, чтобы не было никаких как бы это. Я выставляю игрока номер 9, чтобы не выходить из этих вот. 9 выставляю. 9 принято. Чтобы не было никаких как бы разногласий. Ну и все, спасибо, пас. Спасибо, игрок номер 2. Господин Дизель, поправьте микрофон. Сейчас слышно? Слышно? Нет, не слышно. Поправьте микрофон, я дам минуту. Господин Дизель, поправьте микрофон, скажите что-то, и я дам минуту сначала. Алло, слышно? Намного лучше. Ваша минута. Извините, отключился микрофон. Ну, во-первых, игрок номер 5. Хорошо, что вы красная проверка. Вы говорите какие-то неправильные доводы у вас. Вы говорите, двойка поиграл по нулю с тройкой. Как двойка с тройкой мог поиграть по нулю? То есть двойка поиграл не по нулю, а на первый день. Мне не нравится, что вы на десятку влазите. Десятка тоже для меня красная игра. Для меня вот 4 по чернее, чем 10. Вот, хотя десятка играет четвертой, правильно? 10, Мирабель поиграла четвертой. Почему? Потому что вы влазили на меня, вы влазили на игрока номер 3. Вам игрок номер 3, вы первый. Вы первый включили паранойю на игрока номер 3. Что? Вы первый, вы игрок номер 3, вы играли с тройкой. 3-4 в разноцветии было? 4-4 в разноцветии. Я ее просто оставил за скобками. Джейк, это ваш фолл. Мы выключаем микрофоны и переходим на голосование. На голосование выставлены игроки 1, 10, 9. Голосуем в порядке 1, 10, 9. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 1? 6 голосов принято. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 10? Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 10? 0 голосов принято. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 9? 1 голос принят. Игрок номер 1, ваша крайняя. В принципе, ничего не изменилось. Каждый город будет разбираться с такими классными проверками. Вот недавно уже был опять Шифу, не туда. В общем, я встаю в разный цвет с девяткой. Если кого-то интересует. Да, девятка для меня самый черный игрок. После меня выносится 9 и все. Я выстрелял 9, а я, чтобы 9 ушла. Но вставляется все равно 5. Вот такой я, нелогичный маф. Все, спасибо, пас. Спасибо, мы прощаемся с игроком. Игрок выключает камеру. Все уходят в ночь. Выключаем камеры. Выключаем микрофоны. Мафия пишет в личку, кого они убивают. Дон и шериф пишут, кого они проверяют. Доброе утро, город. Все включаем камеру. Все живые. Убит игрок номер 5. Ваша крайняя. Господин Азнастер. Не знаю, зачем я выставил десятку. Хотя эти яйца черная проверка. Ну вот, без попутал, что называется. А у меня работает. Микрофон работает. Вот. Я смотрю на эту аватарку, улыбающуюся. И думаю, что я ей говорю. Это аватарка. Смотрите. Вот не нравится мне двойка и все. Смотрите, он говорит, как я мог поиграть по нулю с тройкой или не поиграть. Правильно. Он ничего не сказал по тройку. А на первом круге он сказал, что я тройку никак не считал черной. Я ее считал покраснее. Я вас даже черной не считал. Я это воспринимаю как назначение отстрел. Он начал с тройкой говорить. Ну вот я это так воспринимаю. Может, я не прав, ребят. Вот. Десятка для меня сейчас почему-то покраснее стала. Я оставляю вам восьмерку покраснее, пожалуй. Четверку покраснее. А вот восьмерку и четверку покраснее. А вот разбираться вам нужно между десяткой, двойкой и девяткой. Девятка покраснее все-таки, я думаю. Есть секунды. Кто там единица про девятку говорил. Может, он пытался с ней разъехаться. Ну, вряд ли. Ну, не знаю, короче говоря. Ребят. Игра. Ну, в общем, разбирайтесь. Я бы к двойке прислушался. Мы прощаемся с игроком. Он выключает микрофон и камеру. Камеру тоже. Один выпалил, девятый. Это ваш второй фолл, господин Дизель. Игрок номер восемь открывает стол. Ну, смотрите. Я думаю, что двойка покраснее. Но смотрите, если красная проверка сказала двойку, я не знаю. Я не знаю, у меня все равно четверка остается подчернее, чем двойка. Выставляю игрока номер четыре на голосование. Выставляю игрока номер четыре на голосование. Четыре принято. Это я связаюсь с господин Мирабель. От господин Мирабель. Я с ней играю. Но все равно мне остается четыре. Потому что я не думаю, что единица такой замок сделать девяткой. Девятка для меня красная. И для меня остается господин Джейк. Это черная кандидатура на голосование. Смотрите. Двойка красная. Мирабель красная, девятка красная. И для меня... Я голосую в четверку. Есть секунд. Я голосую, конечно же, еще. Но для меня пока что четверка самый черный. Спасибо. Спасибо, Павел. Игрок номер девять. А мне больше вот черным кажется двойка. Вот он мне очень симпатичен как человек, но как черненький. Вот я почему-то считаю, что двоечка черный. Хотя четверка тоже под подозрение. Если уже голосовать, как бы объединяться, ну, или вы предлагаете четверку, я вас поддержу. Потому что два и четыре, я считаю, это два варианта МАФ. Хотя МАФ у нас остался один. Да, потому что шестверка ушла. Что-что-что? Я не видела жест. Я не знаю. Давайте за четверку. Против четверки проголосуем. Хотя вот жесты вызывают сомнения. Скорее всего, может быть, и он черный. Все, я стыдно. И это время. Игрок номер десять. А вот мне сейчас есть такая мысль, что действительно девять, один и шесть разбегались между собой. Может быть, шесть, один пытались слить своего черного, черную девятку. Тоже вот как вариант. Потому что и речь девятки сейчас. Вот по чернее у нее два. Вот убеждала, убеждала, что два чернее, а голосовать все равно мы будем в четыре. Я не знаю. Два я не вижу черным. Вот несмотря на завещание, несмотря ни на что, два для меня красный. Я скорее вижу разноцвет между восемь и четыре. Ну, в таком случае восьмерку, тогда и четверка выставит. Я выставляю игрока номер девять. Я еще подумаю. Это не жестко. Я не думаю, что вот все-таки такой вариант, но он возможен. Что единица, ну, как-то, ну, очень уж пытался нас убедить, какой у них разноцвет с девяткой. Вот как-то очень уж слишком. Мне кажется, он тут переиграл. И это время. У меня игрок номер два. Опять микрофон. Опять микрофон поправься. Алло, слышно? 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 Слышно, ваша минута. Хорошо, извините. У меня снижает микрофон. Не могу не согласиться с Миробель. Это то, что я говорил, даже ценой слова, что единица выставил девятку, единица-единичный голосовал девятку. Непонятно, зачем это было. Кроме одного, чтобы как-то окраснить оставшегося марта. Вот. Я согласен. Я выставляю контроль на игрока номер девять. Вот. И буду голосовать на игрока номер девять. Потом второй кандидат у меня игрок номер четыре. Вот. И сейчас пока смело играю с игроком номер десять. Играю с Миробель. И господин Свен для меня покраснее, а четыре подчеренее. Вот. Потом между четыре и восемь, я думаю, надо будет мне разобраться. Мне лично разобраться. Пока играю с игроком номер девять, сейчас у меня садится микрофон, и мне придется, будет меня хуже слышно. К моему сожалению. И это время. Игрок номер четыре. Ребят, номер два, номер девять, номер восемь. Я пытаюсь понять вашу логику. Вам пятерка оставляет меня покраснее, вам оставляет двойку, почернее, и все равно вы, господин Свен, считаете, что я почернее. Почему? Почему? Я не вижу никакой причины, почему я должен был почернее. Из-за тройки? А что? А, вот. Господин Дизель, вы говорили, что я запаранул тройку. Нет. Я сидел на четвертом номере. Номер три просто говорил, а что это такое там, по ценнику я не поняла. Я это просто заметил. А что я должен был еще сказать на четвертом номере? Ребята, я красный игрок. Значит, что мне нравится, что мне не нравятся восьмерки? Даже несмотря на, значит, даже несмотря на то, что пятерка оставила меня покраснее, все равно восемь. И секунды. Считаю, что я почернее. Без единственных оснований. Я не знаю, почему. Я даже не знаю. Я думаю, шестерку хотела почернее, у нас сейчас один мат за столом. Я думаю, это господин Свен. Я считаю это. И это время. Мяс. Выключаем микрофоны. И переходим на голосование. Камера остается включенной. На голосование выставлены игроки. 4, 9. Голосуем в порядке 4, 9. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 4? Спасибо. Принят. Один голос. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 9? Спасибо. Принято. 3, 4 голоса. Госпожа Вечность. Ваш голос уходит игроку номер 9. Игрок номер 9. Вы набрали большинство голосов. Ваша крайняя. Я не успела проголосовать против 4. Но я теперь убеждена, что господин Свен это черный поставшийся. Потому что я красная. И там обелял меня, не обелял, а как раз снял, вернее, это первый, это второй вопрос. Но как бы вот если выбирать между 4 и 2, я бы выбрала больше черным 2. Все, спасибо за игру. Было очень интересно. Спасибо вам. Прощаемся с игроком. И я объявляю победу. Мафии. Мафии игроки 1, 4, 10. Дон игрок номер 10. Шериф игрок номер 3. А я говорил 4, господин Дизель.